В далёкой-далёкой галактике, где-то в бескрайнем космосе, сошлись в поединке Добрая Старая Федерация и Злая Империя. В ходе бесконечно непрекращающейся войны Федерация была разгромлена, и зло, казалось бы, победило. Но на обломках возродилась Новая Федерация, которая продолжила борьбу за свободу, идеалы и счастье. Благо, Империя понесла в битве со Старой Федерацией невообразимые потери. И её влияние на галактику как-то само по себе начало стремиться к абсолютному космическому вакууму. В неравной борьбе за родыша Федерации и Полудохлой Империи на стороне хороших ребят сражаются повстанцы, всеми силами обеспечивая поддержку одной стороне и подгаживая другой. Именно во главе одной из таких групп и стоит великий капитан Эребус, которому предстоит лично изгнать останки Империи, возглавить великий альянс, изучить и подчинить себе всю бесконечную вселенную. Эребус – Новая Надежда Галактики Привет, бродяги! Моё имя Войс Ребуса – это просто канал об играх. Напоминаю про поддерживающий лайк и подписку, чтобы не пропустить новые видео. Отдельно благодарю каждого спонсора за оказанное доверие и поддержку. Infinite Galaxy – она же бесконечная вселенная. Это мобильная стратегия в духе тех же викингов, с обязательным развитием базы, сбором армий, кланами и сражениями. Однако всё действие происходит не в средневековом сеттинге, а в гораздо менее заезженном космосе, что выгодно отличает Infinite Galaxy на фоне всех этих хороших человечков. Бесконечная вселенная встречает игроков экспозицией. В ходе войны Федерация потерпела поражение, а правление Империи находится на грани краха. Границы Млечного Пути сломлены, повсюду курсируют космические пираты. Обесчисленные группы повстанцев поднимаются на борьбу с остатками Империи, не желая больше жить под её гнётом. Мы играем за капитана одной из таких групп повстанцев рейнджеров, которые буквально в бескрайнем космосе по каким-то секретным документам натыкаются на полуразрушенный кусок флагманского корабля, созданного новой федерацией. Конечно же присваивают его себе, заводят с полуоборота и тут же раздают лещей Имперскому флоту, уничтожая их флагман и сваливая в туман на телепорте. Наш флагман, впрочем, тоже немного потерял в боеспособности после битвы, благо рядом есть заброшенный космопорт, как удобно, его-то мы и оприходуем под свои рейнджеровские нужды. Примерно с этого момента начинается основная игра, где вам, как капитану, придётся сначала отремонтировать космопорт, затем построить свой первый флагман, победить космических пиратов, исследовать галактику, заключать союзы с единомышленниками, создавая альянсы и сталкиваться со множеством увлекательных историй. Например, буквально недавно я проходил мини-сюжетное событие, в рамках которого часть моих ранее захваченных пленников людей оказались андроидами, им удалось сбежать, а мне необходимо было выследить их и убить, или же попытаться захватить в плен. В итоге в плен они, конечно же, не сдались, а поверхностный осмотр техникам не дал никаких результатов, но думаю, в будущем этот сюжет ещё получит новую ветку развития. Как видим, в Infinite Galaxy есть свой сюжет, который отличает её от многих конкурентов, где вам бы просто дали базу и сказали «станьте великим королём». Нет, тут вы всего лишь капитан космопорта, а над вами целая новая федерация. Но слишком многого от сюжета всё же ждать не стоит, игра не про него. И если немного задуматься, то сразу возникают вопросы, на которые нет ответов. Например, чем так хороша федерация? Или что такого ужасного натворила империя? Кто мы и откуда взялась наша команда? Какая лично у нас мотивация бороться с империей? Стоит признать, что некоторые сокомандники раскрываются по ходу сюжета. Но если коротко, все они дети войны, брошенные на растерзание борьбы двух федераций. Возможно, у Infinite Galaxy так называемый «дип лор», и я до него ещё не докопался. Но даже то, что есть сейчас, даёт какую-то важную глобальную цель. Отдельно отмечу, что Infinite Galaxy полностью переведена на русский язык, а все особо важные сюжетные диалоги даже озвучены. Но скажем так, если вы не стример, который будет рофлить с этой озвучки, то через некоторое время от неё вытекают уши, как будто бы игра бросает вызов твоим слуховым сосочкам. Хотя само по себе музыкальное сопровождение очень даже хорошее. Также стоит похвалить графику, она тут более чем приятная. А космические битвы, как это принято, конечно же полны световых и звуковых эффектов, а также взрывов. Всё как Лукас завещал. Итак, чем же конкретно предстоит заниматься новоявленному капитану? Тут стоит отталкиваться от названия игры. Бесконечная вселенная, которая воистину бесконечна как по размерам, так и по вариантам времяпрепровождения. Все активности лично я бы разделил на три основные группы. Космопорт, космос и эвенты. Космопорт это ваша база, родной дом. Первое на что стоит обратить внимание, это блок командования, который позволяет отстраивать модули космопорта, открывая возможность использовать остальные части космической станции, а также улучшать их эффективность. Так, например, уровень командного центра принято считать за основной уровень игрока. Не менее важный блок – постройка кораблей, благодаря которым и формируется ваш флот. Всего три типа кораблей – фрегаты, эсминцы и крейсеры. Каждый имеет по 10 уровней развития. Чем выше уровень, тем эффективнее корабли, но тем больше на них требуется ресурсов и времени на постройку. Чем больше у вас кораблей, тем выше ваша боевая мощь. Чтобы получить доступ к постройке новых кораблей, а также множеству других возможностей, необходимо обратиться к исследованиям технологий. Всего четыре направления. Ресурсы дают возможность добывать более ценные ресурсы, повышают скорость добычи и грузоподъемность кораблей. Развитие сконцентрировано на повышении эффективности модулей космопорта и скорости построек. Военное дело дает доступ к новым кораблям и улучшает их боевые показатели, а также увеличивает лимит активных флагманов. Командование повышает эффективность флагманов и количество кораблей, которые могут быть во флоте. Также данная линейка позволяет улучшать защитные характеристики базы. Все это три главных пункта на космопорте, которые должны постоянно развиваться, что-то строить и исследовать. Если, конечно, есть ресурсы, но важны не только они. Например, экипаж. Это ребята, которые трудятся на вашем корабле и летают на задания в случае необходимости. У каждого члена экипажа есть собственные навыки и способности. Их можно улучшать, усиливать и продвигать. Кроме того, каждый член экипаж дает очки характеристик, за которые можно получить дополнительные бонусы. Новых ребят можно получить из сундуков, по квестам или просто нанимать за особую валюту. В блоке с флагманом вы можете отстраивать новые флагманы по мере получения чертежей. Их можно найти по квестам или в сундуках за задания. А также усиливать с помощью особых айтемок, трансформировать в более высокий уровень за чертежи, что повышает навыки. И устанавливать дополнительные модули, которые повышают боевую эффективность и создаются на соседнем заводе. Также вы можете назначить на флагман капитана из экипажа. Вот в общем и все из того, чем придется заниматься, так сказать, в тылу. Менеджмент поначалу кажется немного запутанным, но буквально через пару часов уже с закрытыми глазами тыкаешь по нужному модулю, прокачивая все, что нужно на автомате. Теперь перейдем к лучшей части Infinite Galaxy, к космосу. Первое, чем стоит заняться и делать это всегда, это исследовать поистине бесконечную и бескрайнюю галактику. Для этого достаточно ткнуть по неизвестной зоне с вопросиком и отправить туда исследовательский корабль на экспедицию. Как только зона откроется, вы получите доступ к ресурсам и возможность найти что-то интересное. А также в будущем переместиться в данную звездную систему, например, в поисках новых приключений. Так, теперь вы в звездной системе. В ней вы можете охотиться на пиратов или мародеров, что обычно приносит неплохие бонусы. Также прямо сейчас по ивенту Дух Чужих с пиратов падают осколки особого маяка для телепорта Духа Чужих. Если собрать их 10 штук, то можно призвать Дух Чужих, победить его силами Альянса и заполучить богатые трофеи. Еще можно собирать ресурсы с планет или метеоритов и посещать особые координаты, на которых расположены разные базы, исследовательские корпуса, ваши квесты и так далее. Также не забывайте, вы находитесь в открытом космосе. Вокруг вас точно такие же игроки и их базы, на которые можно нападать ради получения ресурсов. Но будьте аккуратны, это PvP элементы, а значит на вашу базу тоже могут напасть. Отдельным блоком стоит военная кампания, она как бы вне сюжета и доступна на космопорте. Фактически это полноценная геймплейная PvE кампания, где вам предстоит пройти по главам и сразиться со множеством противников, демонстрируя не только мощь своего флота, но и собственные стратегические навыки. Кстати, часть боев происходит в полностью автоматическом режиме, обычно это при сражении в космосе. На войне же вы берете частичное управление над перемещениями флагмана, несколькими навыками и призывом подкрепления. Несмотря на простоту, минимальные стратегические навыки все же важны. И теперь последний, третий элемент Infinite Galaxy. Эвенты и квесты. Первым делом обратите внимание на так называемое руководство. Это список из глав, каждый из которых дает задания по развитию космопорта и освоению космоса. Руководство это ваша основная путеводная звезда, которая подскажет, что развивать, качать и делать. Следом обратите внимание на события. Проверка это центр управления исследованием галактики, о котором я говорил ранее. События показывают текущие сюжетные задания, их стоит выполнять по мере поступления. Найдено фиксирует полученные артефакты, которые можно случайно находить в галактике при исследовании. Если найти все в группе, то вы получите очень хорошие бонусы. Очень важный блок – задания. Во вкладке «Задания развития» вы будете получать награды за свои деяния по каждому из трех путей. Если не знаете, чем сейчас заняться, обратитесь к данному элементу. Во второй вкладке показаны ежедневные задания. Именно ими стоит заниматься в начале каждого дня для получения бонусов. Еще один блок событий в верхней панели, но я бы назвал его скорее «Ивентом». Ведь это ограниченные по времени задания, которыми также можно заняться. Обычно награды в них очень вкусные, советую не пропускать. Отдельно стоит выделить процесс, который показывает общее развитие мира. Старайтесь выполнять его условия наравне с другими игроками, чтобы получать ценные бонусы. И, конечно же, возможность создать или вступить в альянс. Я, например, создал, кстати, можете вступать, название «Эль Импера» или просто «Эра». Туманность, которую вы выбираете в начале игры, у вас на экране. Кстати, альянсы вообще тема. Они могут захватывать территории и собирать ресурсы с планет, воевать с другими альянсами и выполнять совместные квесты. Есть даже собственный магазин. Вступайте и наслаждайтесь по полной. Без сомнений, Infinite Galaxy хранит в себе много тайн и интересностей. Я лишь прикоснулся к ним, но думаю, время разобраться получше еще есть. Последняя информация на сегодня – мой промокод «EvoisRebus», при активации которого можно получить много приятных бонусов, которые помогут вам в начале вашего путешествия. Вам остается только скачать и установить игру по ссылке в описании. Если видео понравилось или было полезно, поставьте лайк, подпишитесь, если не хотите пропустить следующее, и напишите поддерживающий комментарий. На этом все. С вами был «EvoisRebus» и увидимся в следующем видео.